К сожалению, по результатам опросов, 55 с лишним процентов детей сталкивались с буллингом. Это чаще, чем каждый второй. Только 39 процентов детей не рассказывают об этом никому. То есть основная беда вот этой проблемы травли, буллинга и конфликта в школу – это ее латентность. Когда взрослым не хватает времени, может быть, профессионализма, может быть, порой, желания, если вы увидите, что ребенок страдает по какой-либо причине, это может обернуться очень большой бедой. И, конечно, после того, как мы увидели эту печальную статистику, мы провели проверки во всех регионах России. Почти все 85 регионов участвовали в нашей проверке. Мы проверили службу медиации. К сожалению, порой они оказались абсолютно формальными. И здесь какие нужны еще законодательные механизмы для того, чтобы все это заработало. Я думаю, сегодня в помощь, в решении этой проблемы будет закон о воспитании, который инициирован президентом. Это подразумевает, что школьная жизнь должна быть наполнена не только стремлением сдать ЕГЭ на 100 баллов, но организацией школьной жизни, чтобы она стала более комфортной, более принимающей и человечной. Ведь у нас образование – это обучение и воспитание. И здесь, конечно, нужно единство и школы, и семьи для того, чтобы мы достигли главного результата. Это не 100 баллов по ЕГЭ, это счастье ребенка, чтобы он рост гармоничный, развивающийся личностью, мог заниматься, увлекаться. И здесь нужно направлять это на интерес, направлять туда, где он может найти себя. Спасибо. 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 Спасибо.